Добрый день, уважаемые коллеги! Мы встречаемся регулярно, не первый раз, и, по-моему, постоянно здесь, да? И, конечно, консультации с партией, с фракцией, сформированной этой партией в Государственной Думе, считаю очень важными, имея в виду количество депутатов, конституционное большинство. Буду говорить громче. Мне абсолютно понятно устремление сосредоточить партийную работу на решении действительно важных для граждан правовых вопросов. Так, своевременные решения были приняты в социальной сфере по увеличению пособий гражданам, имеющих детей, студенческих стипендий, по другим вопросам подобного рода. Имею также в виду отмену налога на наследство и упрощение порядка оформления недвижимости. Его уже окрестили дачной амнистией, по-моему, совершенно справедливо. Хорошо, что и процесс рассмотрения обращения граждан органами власти также стал проще. Признателен вам за поддержку значимых политических инициатив. Так начала свою работу общественная палата. Уточнено избирательное право и законодательство о политических партиях. Приняты законы, направленные на развитие гражданского общества, на осуществление парламентского контроля, на противодействие экстремизму. Принят вводный кодекс, упрощен порядок оформления и распоряжения землями сельхозназначения. Укрепление прав собственника способствовало сокращению срока давности по приватизационным сделкам. Получило развитие законодательства о банкротстве, о лицензировании. По вашей инициативе был наведен порядок в системе установления тарифов организации коммунального комплекса. А принятый закон об особых экономических зонах должен создать благоприятные условия для роста инновационного бизнеса. Кроме того, Единая Россия заметно активизировала идеологическую работу и стала гораздо более узнаваемой. У вас есть собственное политическое видение развития России как суверенного демократического государства, имеющего конкурентоспособную рыночную экономику и эффективную социальную политику. Всё это хороший фундамент для повышения роли и значения партии в жизни страны. И если Единая Россия хочет открыть перед собой качественно новые политические горизонты, она, конечно, должна добиваться усиления своего практического влияния уже сегодня и на будущую перспективу, на будущее страны. Понятно, что для этого партия должна обладать сильным кадровым и интеллектуальным потенциалом и должна уметь его использовать для решения стратегических задач. Конечно, такой потенциал не может сложиться немедленно, в одночасье и требует системных действий по его формированию. В этой связи хотел бы остановиться на некоторых моментах. Во-первых, партия может участвовать в подготовке специалистов для государственной службы и местного самоуправления. Ситуация, и особенно на местном уровне, достаточно непростая. Об этом много говорили и в правительстве, и в депутатском корпусе, имея в виду непростая с точки зрения кадрового обеспечения. Так, по данным ЦИК России, за 2005 год лишь 19% депутатов представительных органов муниципальных образований было выдвинуто политическими партиями. Получается, что из 34 зарегистрированных на этот период партий, большинство не были готовы взять на себя ответственность за работу представительных органов местного самоуправления. Между тем, на 1 мая число депутатов на местах выросло в 2,5 раза. Теперь это 240 тысяч человек. И однако, обращаю ваше внимание, 7 тысяч из них имеют лишь неполное среднее образование. Не умаляя ни человеческого достоинства, ни общественной активности этих людей, нужно честно, тем не менее, признать, требуется дополнительно обучить депутатов навыкам рационального и эффективного администрирования. Они должны глубже вникать в тонкости правового регулирования, тем более, что им уже приходится работать на местах над реализацией масштабных национальных проектов и новых демографических инициатив. Одной из площадок для кадровой работы может стать и созданный вами Всероссийский совет местного самоуправления. И, конечно, только от вас будет зависеть, насколько его работа окажется полезной и нужной стране, а не ограничиться только формальным проведением каких-то мероприятий, конференций, съездов и тому подобное. Во-вторых, кадровым резервом партии, конечно же, является молодёжь. Однако в региональных законодательных собраниях из более чем двух тысяч депутатов Единой России, если не ошибаюсь, лишь девять человек в возрасте до 30 лет, в самой Государственной Думе из такого большого отряда депутатов, который сегодня представлено здесь, 310 депутатов фракции, только шесть человек на момент избрания были моложе 30. Это соотношение не соответствует ни возрастной структуре общества, ни реальной значимости молодёжи в обществе.